Я сначала выпью, разогреюсь. Этим сидром? Да ну, давай. Но тогда сначала пивка попьём. Давай. Эй, ну слушайте. Вы так уже пьяны. Сделаем так. Я даю вам по 10 евро, если вы просто посидите на месте. Можно и так, но позже. Всё правильно, Майра. Сиди там себе спокойненько. Парни готовы? Давай, по моему знаку на старт. Внимание! Андрес. Внимание! Марш! Прекратите. Но в чём у вас проблема? С мая по сентябрь тонет больше всего человек. И самое большое количество именно в летний месяц. В основном молодые люди и люди среднего возраста. Чаще всего в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь влияет на моторику тела, независимо от количества. Можечок у выпившего человека не фиксирует сигналы органа равновесия достаточно адекватно. В результате чего человек, например, начинает шататься даже на суше. В воде же кратковременная потеря баланса может означать неожиданное попадание воды в дыхательные пути. После этого моментально наступает страх смерти и приступ паники. А это очень опасно даже на мелководье. Это моторные рефлексы, которые человек не может контролировать при помощи разума. Кроме того, вода, как правило, холоднее воздуха. В холодной воде наступает спазм кровеносных сосудов. Алкоголь же расширяет кровеносные сосуды, что означает внезапную большую нагрузку на сердце. Это может вызвать опасное для жизни нарушение сердечного ритма и привести к потере сознания. Плавание в темноте – абсолютно неразумный поступок, так как человек может не заметить опасные предметы в воде. Кроме того, человек может утратить восприятие направления и отплыть очень далеко от берега.